Говорит Черкесск Здравствуйте! В студии с информационным блоком у Мартикеев. Коротко о некоторых событиях. Предприятие, отвечающее за содержание дорог и тротуаров Республиканского центра, готово к предстоящему зимнему сезону. Очередной груз отправила Карачаева Черкесия нашим военнослужащим в зону проведения специальной военной операции. Современные лаборатории и цифровые микроскопы, интерактивные комплексы и инновационные приборы появились в Педагогическом колледже имени Умара Хабекова. И особенности профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде обсудили в республиканской столице. Далее об этих и других темах подробнее. Делегация из Карачаевой Черкесии в составе заместителя председателя правительства Республики Дмитрия Бугаева и начальника управления по делам казачества при главе региона Игоря Шаганова приняли участие во всероссийском семинар-совещании «Российское казачество», прошедшем на Поклонной горе в Москве. Среди самых важных вопросов повестки выступающие назвали выработку механизма конструктивного взаимодействия российского казачества и представителей органов федеральной, региональной и муниципальной власти. Предприятия, отвечающие за содержание дорог и тротуаров Республиканского центра, готовы к предстоящему зимнему сезону, рассказал мэр Черкеска Алексей Баскаев. Организации ДЭП и дороги, обслуживающие городские автомобильные дороги, располагают 41 единицей снегоочистительной, пескоразбрасывающей и другой техникой. В основном к очистке и обработке трасс зимой привлекается 14 спецмашин. Все они прошли ремонт и техническое обслуживание. Кроме того, автопарк предприятия дороги пополнился двумя новыми комбинированными дорожными машинами для уборки и подсыпки автодорог. Заготовлен необходим объем противогололедных реагентов. К уборке городских тротуаров в зимний период готовы также 5 единиц спецтехники САХ. Очисткой дворов и прилегающих к ним территорий занимаются управляющие компании. Из Карачаево-Черкесии на Донбасс отправили очередную партию теплого омундирования, экипировки и медикаментов для наших земляков, участвующих в специальной военной операции. Несколько грузовиков буквально доверху загружены всем, что необходимо сейчас нашим землякам, чтобы выполнять боевые задачи, не отвлекаясь на бытовые нужды. Информацию комментирует исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики, транспорта и торговли Рустам Иркенов. По поручению главы Карачаевской республики Тимрезова Решеда Бориспича работа по дополнительному оснащению мобилизованных у нас дается уже не первый месяц. Мы изначально построили свою работу на обратной связи от тех, кто участвует в специальной военной операции. То есть какие дополнительные потребности возникают у наших ребят, помимо того, что, безусловно, дает Министерство обороны. Обратную связь мы получаем, очередной груз мы направляем. Здесь в первую очередь наши теплые вещи, вещи первой необходимости, это и газовые баллончики. Здесь у нас большое количество спальных мешков, более 400 теплые обувь, тактическая зимняя, мы ее закупили, тоже больше 400 единиц. Вместе с тем у нас еще сформированы дополнительные индивидуальные наборы, то есть это рюкзаки, внутри термобелье, балаклавы, шапки. То есть вообще, в принципе, все, что необходимо на сегодняшний день, если вдруг там бывает что-то утеряно, всякие случаи бывают. Карачаево-Черкесия эффективно реализует мощный потенциал социально-экономического развития в сфере индустрии гостеприимства. И надо отметить, что показатели ежегодно растут на 15%. О готовности горнолыжных курортов в Карачаево-Черкесии и спектре предоставляемых услуг рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Я бы хотел коротко рассказать о туристическом потоке в регион. Так, за 2021 год у нас туристический поток 1,749 тысяч туристических прибытий, а вот 9 месяцев уже 1,612 тысяч. Донбай представляет современную инфраструктуру, которая на сегодняшний день есть. На территории размещено более 100 отелей, это порядка 7 тысяч с половиной мест размещения единовременного, 25 километров современных горнолыжных трасс разного уровня сложности. В ТРК Архес молодой курорт, который вот уже за 8 лет увеличил турпоток в 7 раз. И сегодня турпоток в Архес по итогам 2021 года, это почти 800 тысяч туристических прибытий. Также доступны 27 километров современных горнолыжных трасс различного уровня сложности. Это порядка на самом ТРК Архес 2 тысяч мест размещения и в одноименном поселке Архес это более 4 тысяч мест размещения. В Центре поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесия прошел круглый стол профилактика и противодействия терроризму и экстремистской деятельности, особенности профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде. Ключевой темой обсуждения стали правовые основы профилактики терроризма и экстремизма, методы профилактики и противодействия экстремистской и террористической деятельности, профилактика этих явлений в молодежной среде, а также шутинг как форма террористической и экстремистской деятельности. В современные лаборатории цифровые микроскопы, интерактивные комплексы и инновационные приборы для исследований появились в педагогическом колледже имени Умара Хабекова. Благодаря нацпроекту образования здесь появились сразу три учебные мастерские, в которых будущие преподаватели начальных классов и педагоги дошкольного образования получают знания в самых разных сферах. Учащиеся и их преподаватели уверены, что современные технологии делают привычные уроки увлекательнее. В Черкесской при содействии Центра управления регионом прошел прямой эфир с первым заместителем министра экологии и природных ресурсов Карачаевой Черкесии Валентиной Лешовой. На повестке дня десяток вопросов, направленных на укрепление экологии в нашем регионе. Это и ремонт сооружений, экологические конкурсы среди муниципалитетов и посадка деревьев. Это очень два больших объекта, 56 гектар в Рупе восстановили земель и 6 гектар в Русское хвостохранилище. Кроме этого, мы рекультивировали три свалки в рамках этого проекта. Я должна сказать, что это, в общем-то, очень хорошо сказалось на качество жизни людей. В муниципальные поселения подавали заявки, те, которые чувствовали, что у них все хорошо. То есть это не только уборка и очистка санитарной территории, это еще инфраструктура, это и тротуары, и дороги. Как бы все вкупе смотрели, наши инспектора в составе комиссии привлекали и Министерство строительства, и ЖКХ. Проезжали, смотрели. И вот по тем заявкам, которые подали в наш адрес сельские поселения, победило поселок Медногорский, очень чистый. Делали подсадку уже саженцев, уход за саженцами. Мы очень надеялись, что будет прохладная погода, но вот в период посадки было жарко, пришлось подсадку делать. Но в принципе саженцы в основном прижились. Я думаю, на следующий год уже будет 100 лет КЧР, надпись очень четко видна. В Карачаево-Черкесии и ее столице с каждым годом увеличивается число социально значимых объектов, доступных для посещения маломобильными гражданами. Впрочем, куда больше организаций мест массового пребывания, которые пока никак не приспособлены для слабовидящих и тех, кто передвигается на инвалидной коляске. Комментирует информацию председатель Карачаево-Черкесской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Галина Дубоносова. Многие объекты, можно сказать, нулевая доступность. Если есть пандусы, то они не соответствуют. Сделаны чисто вот, ну потому что они должны быть, да. Вот, если поликлиники, люди, да, могут вовнутрь зайти, обратно тоже проблема. Где-то отсутствуют кнопки вызова. Вроде как есть все, но оно даже не работает. В 2023 году в Карачаево-Черкесии планируется создать еще три молодежных проектных офиса. Задача проектного офиса и экспертов Росмолодежи – дать возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Об этом рассказал советник министра по делам молодежи Расим Попшулов. В данный момент идут территориальные рассмотрения, а так мы хотим развивать не только город Черкесск. Вот это большая проблема, когда только в одном городе сосредоточены все ресурсы. Мы хотим открывать такие площадки, как и в городе Карачаевск и в муниципалитетах. Ну, много у нас получается людей выпадает из этого процесса. В основном, как это происходит, написание проектов, как мы знаем. Человек после учебы, после работы вечером сел и для себя такой небольшой досугу устроил, там посидел, поработал. И для жителей города Черкеска, естественно, это удобно. Там приехал в офис, посидел, поработал, как бы никто не мешает и там добраться до дома недалеко. Но если мы там, например, рассматриваем ребят, которые каждый день ездят, им, естественно, неудобно оставаться, задерживаться. Поэтому мы хотим открывать такие точки и в муниципалитетах тоже. В рамках реализации программы комплексное развитие сельских территорий в селе Псемен в октябре этого года было начато строительство центрального водопровода. Протяженность его составляет 12 километров. После окончания работ качественной питьевой водой будет обеспечено все население села и социально значимые объекты. Об этом рассказал глава администрации Курджиновского сельского поселения Григорий Приходько. В настоящее время в селе Псемен полностью отсутствует водоснабжение, что негативно сказывается на развитии данного населенного пункта. Я считаю, что наличие качественной питьевой воды благоприятно скажется на развитии данного населенного пункта. У людей появится больше возможностей заниматься сельским и личным подсобным хозяйством. Черкесский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении трех иностранцев, обвиняемых в покушении на нелегальный сбыт героина в крупном размере. По данным прокуратуры республики, участники организованной группы пытались разместить на территории Черкесска тайники закладки с наркотиком, чтобы потом продать его через интернет. Суд согласился с позицией гособвинения и приговорил фигурантов дела к 11, 8 и 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Пять аэростатов в декабре пролетят над Эльбрусом. Акция запланирована в честь 220-летия Кавказских минеральных вод и 80-летия освобождения Кавказа из Ставрополя от немецкого фашизма. Полет запланирован в период с 14 по 23 декабря. Точная дата зависит от погодно-климатических условий. Аэростаты запустят на поляне Азау в Прейльбрусе, а приземлятся гигантские воздушные шары в Кисловодске. Жаке и Карачаево-Черкесии приняли участие в скачках, посвященных военнослужащим республики, которые принимают участие в специальной военной операции. Мероприятие под названием «Своих не бросаем» прошло в поселке Даусус, где собрались 22 всадника из разных районов республики и порадовали местных жителей яркими скачками. Здесь же был организован благотворительный сбор, средства от которого используют для закупки необходимой одежды, амуниции и обмундирования. Во Владикавказе прошел первый турнир отборочного этапа Национальной студенческой лиги спортивной борьбы. Более 100 спортсменов из 10 вузов Северокавказского федерального округа боролись за медали соревнований по вольной и греко-римской борьбе. По итогам соревнований наши вольники пополнили копилку Карачаева-Черкесии медалями различного достоинства. Призерами стали Ануар Чагаров, Али Межаев, Рустам Кубанов, Руслан Кубанов, Эмир Токов и Эмир Узденов. 2 декабря во Дворце спорта «Юбилейный Черкеска» состоится спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья, приуроченная ко Дню инвалидов. Программа спортивного мероприятия будет состоять из выполнения нормативов испытаний ГТО, а также таких видов спорта, как настольный теннис, настольный футбол, шашки и дартс. В состязаниях могут принять участие все желающие в возрасте от 8 до 70 лет. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии облачно, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 7, в горах местами до плюс 12. В Черкесии без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы 11-14 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 5 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова